Атом очень маленькая частица и его ядро состоит из еще меньших частиц. Также у него есть электрон, который считается фундаментальной частицей, то есть неделимым. Его поведение очень странное, а местонахождение неопределенное. Откуда мы знаем о строении ядра и что не так с электроном? Давайте разберемся. В общем, мы должны знать, что ядро атома состоит как минимум из одного протона, заряд которого положительный и, как правило, из нескольких нейтронов, заряд которых нейтральный. Вокруг ядра находятся отрицательно заряженные электроны. Про что мы вообще говорим, если мы не можем увидеть протон, нейтрон и электрон? Да, действительно. Поэтому ученые проводят ряд экспериментов и строят модель по своим представлениям. Потом еще раз проводят ряд экспериментов, которые должны подтвердить правильность их модели. Если эксперименты окажутся провальными, то должна будет строиться новая модель. Экспериментально мы знаем, что химический элемент определяется только по количеству протона в ядре. Водород опознают, потому что у него один протон, а, например, у углерода шесть. Ядра атома держатся вместе, а электроны свободны в своем перемещении и не соединяются между собой. Мы не можем дать ответ, как выглядит электрон. В зависимости от эксперимента он ведет себя то, как частица, то, как волна. Большая странность электрона – это его неопределенность. Мы не можем сказать, где они находятся. И проблема не в отсутствии нужного оборудования. Просто неопределенность – это часть нашей модели, наше представление, которое экспериментально доказано. Точно определить положение электрона мы не можем. Но вокруг ядра существуют места, в которых есть вероятность его найти. Эти формы представляют из себя облака вероятности. В химии их называют орбиталями – места, где электрон может быть найден с вероятностью 95%. А почему не 100%? Опять же, такие вот странности нашей модели электрона. Вероятность найти электрон стремится к нулю по мере отдаления от ядра. Но она никогда не будет равна нулю. А значит, теоретически, электрон может быть на другой стороне Вселенной от ядра. Наша модель атома менялась несколько раз с её создания. И современная модель не станет последней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова